Сначала эту площадь называли Михайловской, позже неофициально караванной и без основания, конечно. А в 1866 году площади было дано современное название Манежная площадь. Судя по тому, что центральными зданиями, сформировавшими эту площадь, являются манеж и конюшни, то нетрудно догадаться, что первоначально в этих местах обитали кони, а еще раньше слоны. По улице слона водили, то есть неспроста прилегающая к площади улица Караванная имеет такое название. В середине 18 века на территории нынешней Манежной площади находился слоновый двор. И слонов, сегодня это вообразить непросто, водили на водопой к фонтанке. На самой же улице Караванной располагались караван-сараи погонщиков. Со второй половины 19 века Михайловский манеж использовался как центрально-выставочный зал. В советское же время это здание было хорошо известно ленинградцам как зимний стадион. На зимнем стадионе устанавливались рекорды по легкой атлетике. То есть вот это был такой важный спортивный центр Ленинграда. Например, я помню, ходил сюда на баскетбольный матч наших лучших баскетбольных команд первенства Советского Союза. Я помню, помню до сих пор потрясающий рев энтузиазма, патриотизма какого-то. Когда ленинградский, не побоюсь этого слова, «Спартак», где, кстати, играл Олег Кутузов, и, по-моему, еще тогда играл и сам Контрашин, они выигрывали американцев. А позже спорт сменила десятая муза. Потом, когда пошло как бы большое влияние кинематографа и появилось очень много фильмов с участием Ришара и Депардье, зимний стадион трансформировали в большой кинотеатр, куда со всего города опять же приезжали люди. Я помню, очереди стояли до Невского проспекта и вдоль всей Кленовой аллеи, чтобы попасть просто на любой фильм с их участием, начиная от игрушки, заканчивая, не знаю, уколом зонтиком и так далее. Но самым главным центром притяжения киноманов был, конечно, Дом кино Союза кинематографистов на Караванной улице. Однако попасть на закрытые просмотры в Дом кино удавалось далеко не всем, даже самим кинематографистам. Но для меня самое главное – это Дом кино, потому что это было единственное место в городе Ленинграде, где можно было посмотреть зарубежное кино, которое привозили из Москвы. И здесь было просто толпы людей, которые, пытаясь проникнуть теми или иными способами, в основном зал заполняли торговцы мясом, гинекологи, стоматологи, врачи и прочая публика. И какая-то там, ну, в лучшем случае половина – это были кинематографисты. Здесь были в том числе премьеры наших фильмов советских, ленфильмовских, которые потом не выходили по тем или иным причинам прокат, или выходили крайне ограниченным прокатом. Ну, а начиналась история Манежной площади с формирования ансамбля Михайловского замка. К этому месту выходила граница территории Михайловского замка с парадными воротами. А в ансамбль Михайловского замка, построенный по проекту Баженова архитектора Винченца Бренна, входили также манеж и конюшни. Они были неотъемлемой частью резиденции Павла Первого. Здесь проходил их край. И именно потому, что ось ансамбля Михайловского замка идет под углом к Невскому проспекту, к Караванской улице, к Итальянской, получилась вот эта необычная треугольная форма Манежной площади. Наверное, это единственная в нашем городе треугольная площадь. Со временем на площади были разбиты два сквера – Староманежный сквер и в центре площади Новоманежный. Но до того, как появился Новоманежный сквер, на этом месте была построена панорама с видами европейских городов, а позже – деревянный цирк – предвестник первого стационарного цирка в нашей стране, который появился впоследствии на фонтанке. А в 1914 году в Новоманежном сквере был открыт конный памятник великому князю Николаю Николаевичу Старшему. Однако после Октябрьской эволюции памятник был снесен. Увы, такие были времена. Времена менялись, но и сквер вместе с ними. Здесь на этом самом месте был тот же самый сквер, той же самой круглой формы. В таком месте этого великолепного фонтана была маленькая детская песочница, где играли дети, живущие рядом в домах. Здесь стояли точно так же скамеечки. Просто единственное, ширина этого сквера была намного меньше, и деревья были намного выше. В общем, когда деревья были большими. Кстати, многие ленинградцы помнят, что долгое время в центре сквера на месте фонтана находился закладной камень. На котором было написано, там, надо проверить, это, по-моему, 52-й год. Вот здесь будет памятник Гоголя. Ну, вот этот камень, он так долгие годы таким курьезом оставался, и потом бесследно исчез. Сегодня же новый Манежный сквер украшен бюстами великих итальянцев-зодчих, строивших Петербург. А рядом улица Итальянская. В свое время она вела к итальянскому дворцу, который находился на другом берегу фонтанки, отсюда и название. Кстати сказать, вот этот двор с граффити на Итальянской улице тоже, как видите, совершенно итальянский. Ну, а в старом Манежном сквере не так давно появился памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу. Вызывает, правда, вопрос, почему именно здесь, да еще на фоне нового и, как принято нынче выражаться, элитного жилого дома. Ну, почему он вдруг оказался в старом Манежном садике, присел там и непонятно куда смотрит на дом радио. Кажется, что вот он скорее где-то на прогулке. Его бы не в этом тесном дворике сидеть, а в каком-то другом пространстве. Ну, я думаю, что это такая случайная постановка памятника. Скажем, прямо нынче в старом Манежном сквере от Старого Петербурга остались лишь ограда и ворота с исторической датой открытия сквера. А еще плющ. Этот плющ тоже, можно сказать, исторический. Когда-то он украшал собой стену с вазами, на фоне которой стояла скульптура, изображавшая счастливое материнство и детство. В 90-е годы это счастливое детство выглядело так. Дом радио. Сегодня здание укрыто строительной сеткой, и это дает надежду, что дом будет отреставрирован. Здание строилось для благородного собрания замечательными архитекторами, братьями Косяковыми. И в нем действительно все было благородно. И мрамор, и парадные лестницы, и убранство. В общем, все для, так сказать, вашего благородия. В советское время это был уже дом радио. И труд его сотрудников воистину был благороден. Ленинградцам особенно памятна работа дома радио в годы блокады. Здесь читали стихи Ольга Бергольца, выступали многие деятели, культуры. В общем, тоже такое памятное место, связанное с блокадой. А вот чудесной Кленовой аллее не повезло. В начале 20 века задуманная Карлом Росси великолепная перспектива Кленовой аллеи, открывавшая вид на Михайловский замок, исчезла. Ее закрыл собой построенный дом офицерского корпуса его императорского величества конвоя. Зато жителям Манежной площади повезло с кинематографом. Два кинотеатра в одном здании, скажем так, необычное явление. Это здание, построенное по проекту Константина Бобровского и Бориса Боткина в стиле итальянского ренессанса, опять же влияние итальянской улицы, было предназначено для Петроградского губернского кредитного общества. В 1917 году здесь открылся кинотеатр «Сплендит Палас». А после войны здание отдали юным зрителям. Это был первый в Ленинграде детский кинотеатр «Родина». Где, кстати, билеты стоили так же дешево, по-моему, как эскимо на палочке, то есть 10 копеек. Это было потрясающе, это было, конечно, замечательно. Детей сюда привозили со всего города. Был, в частности, замечательный, прекрасный фильм «Волшебник изумрудного города». Сюда было просто не попасть на этот фильм. А с 1960 года часть здания занимает «Союз кинематографистов Ленинграда» и знаменитый кинозал «Дома кино». Вы знаете, было искусство. Огромное, многообразное, великое, зачастую, кинематографическое искусство. И вот свидетелем всего этого дела вот это вот замечательное здание, бывшее акционерное общество при проклятом царизме. Вот это вот такая икебана. Нынче название «Дом кино» носит кинотеатр. Но в ленинградское время это было нечто гораздо большее. Это был целый мир, эпоха, кинематографическое братство. Громкие премьеры, встречи, выставки. Здесь была моя первая выставка в 1976 году. Мои фотографии больших, красивых, на которую даже специально из Москвы приехал Высоцкий с Владимом Тумановым. И, кстати, его не пускали в «Дом кино». Не знаю, то ли забыл членский билет, то ли еще не был тогда членом кинематографистов. Вот хорошо кто-то прибежал с криками, там Высоцкого не пустоять на выставку. А все это преодолели. Замечательно, Володя пришел. Здесь рождались замыслы, идеи. Здесь не утихали споры. Причем эпицентром кинематографических баталий были ресторан «Дома кино» и бар. Как говорится, мы артисты, наше место в буфете. Здесь был легендарный бар, где сидели, как приклеенные к стульям, одни и те же персонажи. Там обсуждали последние, значит, премьеры. Там ставили плюсы и минусы режиссерам, актерам. Там создавалось общественное мнение под коньяк. Потом это мнение перетекало в действующую кинематографию. Это было такое своеобразное, значит, если хотите, гражданское общество. А вот сегодня в «Доме кино» так называемых закрытых просмотров нет. То есть смотри, что хочешь. Но это уже совсем другой кинематограф. И мы с ностальгией вспоминаем наше ленинградское кино. «Покопайтесь, поскребите внутри себя и вы вспомните эти примеры счастья, которые за 30 копеек в этих кинотеатрах весьма несовершенных вы испытывали. И мы хотим продолжать эту традицию. Вот чтобы этот дом был, вот чтобы сюда приходили, чтобы здесь были те самые диспуты, которые я помню, вплоть до мордобития, отстаивания своих позиций, своего опыта и в кинематографе. Я этого хочу, я об этом мечтаю и в меру своих сил стараюсь этому помочь. Вот такие мысли возникают у меня при стоянии на этой площади на фоне Донкина». А еще при стоянии на этой площади возникает чувство гармонии при виде красоты этих зданий, обрамляющих Манежную площадь. Остальные здания – это доходные дома с фасадами в основном второй половины XIX века, так называемая эклектика, которая у нас долгие годы была бичуема, презираема. Но сегодня мы видим, насколько богатую картину, сколько разнообразия она вообще дает нашему городу, когда каждое окно, каждая деталь, она отличается от других. В общем, это архитуры, которые нужно рассматривать подолгу, не спеша. Я хотела бы тогда закончить словами нашего великолепного гения Игоря Федоровича Стравинского, который в 1962 году давал здесь в Хармонии в Большом Зале свой последний концерт и сказал «Господа, я покидаю архитектурную симфонию мира, вот этим, наверное, сказано все, потому что это можно сказать по отношению любого места в нашем городе, а здесь просто благодаря людям, которые живут здесь, мы пытаемся именно это и сохранять». И вот уже более двух столетий Манежная площадь продолжает звучать как часть общей каменной симфонии Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok